уважаемые девы всем доброго времени суток вы на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 10 по 16 июля включительно расклад подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать события этой неделе в общем все что может быть связано с вашей работой профессиональной сферой карьерой возможными доходами расходами также рассмотрим и кредитные линии долговые обязательства для тех для кого это важно и актуально внешний мир в отношении вас что на вас может влиять извне что в скрытых факторах позитив или негатив также затронем и вашу личную жизнь и те кто в паре и те кто в свободном поиске подведем итоги всей этой неделе посмотрим какими для вас могут быть выходные дни и будете ли вы в целом результатами этого периода довольны также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания и так карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании вопрос должен быть всего лишь один работать мы с вами будем сегодня на колоде таро парацельса а помогать нам будет оракул тайм который вы также видите на столе его я буду использовать для дополнений в конце основного расклада пока это свою колоду вы можете думать о своем вопросе желание колода сейчас настраивается на ваш запрос напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр можете также делать и по асценденту и то и другое абсолютно верно думайте о своем вопросе колода готова и мы с вами можем приступать уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад начинается сразу же с карты старшего аркана и эта карта отшельника если говорить о вашем уровне энергетики то по этой карте я вижу что ваша энергетика может быть ослаблена возможно у кого-то есть некоторые беспокойства по здоровью по вашему общему состоянию и для кого-то эта карта даже может показывать человека врача желание может быть обследоваться или немножечко подлечиться карта может показывать и просто накапливающуюся хроническую усталость и необходимость отдыха также карта говорит о том что стоит укрепить чем-то свой организм или лучше питаться или правильно питаться уже с понедельника на повестке дня в вашей голове будет очень много важных вопросов но я вижу что из-за чего то есть беспокойство есть неуверенность вы как будто бы в постоянном поиске того как какую-то проблему лучше решить вы все взвешиваете все анализируете карта показывает глубокие философские рассуждения о жизни огромный жизненный опыт есть какие-то знания которые вы имеете и что интересно что по этой карте вы в любом возрасте всегда готовы учиться чему-то новому но даже если у кого-то из вас есть основная профессия во что-то очень сильно увлекает по любому эта карта может говорить о некотором профессиональном выгорании или о том что вам просто нужно больше отдыха если говорить о каких-то важных делах то в понедельник никаких важных проектов лучше не начинать но если вы хотите к чему-то лучше подготовиться то по отшельнику вы действительно можете что-то продумать что-то упорядочить и в своей душе и в своей голове также карта говорит о том что у многих из вас прекрасно развита интуиция если говорить о женщинах то вам стоит прислушиваться к интуиции мужчины возможно которые есть рядышком для мужчин дев первая карта тоже очень хорошая потому что она показывает именно вашу интуитивность и несмотря на то что душой и головой вы многое понимаете то есть многие ответы на ваши вопросы есть внутри вас но все равно есть некоторые сомнения и по первой карте возможен вот как раз в тех вопросах которых вы затрудняете щей-то совет рядышком с вами есть такой человек с которым вы если бы поговорили вам было бы гораздо легче на входящие события для вас выпала двойка мечей эта карта тоже может говорить о некоторой усталости о том что есть на кого-то обиды с кем-то вы не хотите общаться иногда вам комфортней одному или одной по первой карте нежели с кем-то и возможно вы сознательно сами себя от какого-то общения ограждается и по второй карте а также вижу что вы все еще в начале недели на что-то важно они настроены и многие процессы вы просто начинаете отпускать на самотеку но уже наверное примерно со среды вы точно будете включаться при том во все и сразу начинается движение начинается динамика центр вашего расклада выпала карта солнышко рядышком с ней я вижу карту шута также старший аркан и рядышком и также видим старший аркан луны и рядом с ним еще один старший аркан это карта колеса фортуны то есть по факту четыре старших аркана в центре в горизонтальной центральной линии и только одна карта немножечко портит всю картину это паш мечей то есть многие события происходят на фоне каких-то нервов переживаний внутренних волнений очень много какой-то суеты хлопот может быть даже каких-то неприятных разговоров которые вас раздражают но в то же время будет очень много интересной позитивной важной информации по солнышку и в общем то вот эта карта центральная своей светлой энергии перекрывает фактически все негативные карты прежде всего эта карта показывает ваши собственные амбиции устремления то что вы захотите в жизни каких-то перемен вы захотите раскрывать себя вы захотите в чем-то развития вы захотите сделать что-то для дома для семьи для близких те у кого есть основная профессия это может быть какие-то новшества перемены изменения в самой работе оживления ваша востребованность среди тех людей с которыми вы контактируете огромное уважение в обществе кто-то может быть в чем-то признает ваши заслуги к вам тянутся люди с вами хотят общаться и карта шута рядышком выпавшая говорит о любых новшествах эта карта действительно может показывать какие-то новые знания которые вы получаете это может быть любая новая информация которая вас будет увлекать и вы что-то захотите также развивать в связи с новой полученной информацией также я вижу что несмотря на то что в начале недели что-то отпускалась на самотек в чем-то вы были неуверены здесь я вижу что картина радикально меняется вы в чем-то готовы рисковать вашей душе появляется даже некоторый драйв но то что касается финансового поля все таки по финансам не все гладко и не все стабильно хотя центральная карта уже говорит о том что многие из вас при деньгах и те у кого есть основная работа вы свою основную работу точно не потеряете наоборот что-то в основной работе будете улучшать те кто без работы центральная карта говорит о том что кто-то из семьи из дома вам готов помочь по картам я вижу что вы не хотите ни от кого зависеть вам важно все решить или решать самому или самой очень много волнений связанных с вашим родом домом семьей может быть с вашими детками может быть с вашими родителями и конечно же эти волнения упираются финансовую сторону вашей жизни потому что возможно своими деньгами вы должны кому-то помочь или кто-то надеется на какую-то вашу помощь но в то же время мы рядышком видим карту колеса фортуны которая выпала на внешний мир то есть из внешнего мира все равно идут какие-то возможности благоприятные благотворные именно для вас вот эта карта может показывать и какие-то разъезды и какие-то важные командировки и встречи и даже если у вас есть какие-то старые проблемы вопросы которые связаны не только с вами но и с близкими вы их также сможете закрывать по центральной карте я вижу что у вас будет подниматься настроение вы просто будете радоваться жизни здесь и сейчас в моменте возможно вы даже захотите что-то отметить или отпраздновать или с кем-то встретиться или если вас кто-то куда-то будет звать вы не захотите себе отказывать в таком удовольствии для многих также важна тема ваших детей и если вы являетесь с родителями я вижу что вы замечательные родители хотя с вашими детьми возможно вы не всегда находите общий язык и понимание или ваши дети себя в чем-то ведут не совсем зрело могут совершать какие-то глупые или опрометчивые поступки но по солнышку я вижу что вы готовы проявить отеческую или материнскую заботу опеку и вы старайтесь своих детей от чего-то уберечь конечно все то что касается материальной стороны жизни несмотря может быть на какие-то свои сложности вы пытаетесь детям помогать сколько бы им лет не было но теперь возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу и посмотрим что в отношении работы нужно знать всем тем дополнительно кто при работе но центральная карта уже сказала о многом для вас выпала карта десятки жезлов то есть эта карта может говорить о том что в этом периоде скорее всего под накопиться работы или все-таки в профессиональной сфере у вас кем-то может возникать некоторая конфронтация или напряжение могут быть даже какие-то спорные вопросы в деловой сфере но вы совсем справитесь эта карта говорит о том что вы перед собой ставите сразу много разных задач и все это будете пытаться решить одним махом но справиться сможете даже если у вас кем-то в работе недоразумения какие-то конфликты выяснения отношений по-любому я вижу что какая-то правота или правда будет на вашей стороне и вы свои позиции всегда сможете отстоять и удержать но то что касается за выживание за место под солнцем все-таки за какие-то успехи и достижения по этой карте приходится бороться то есть вам приходится что-то доказывать самому себе или кому-то возьмем для вас еще одну карту на совет и на совет для вас выпала карта влюбленных конечно эта карта может говорить о том что рядышком с вами есть еще один человек с которым вы по поводу работы в чем-то будете советоваться совещаться возможно это ваш партнер партнерша компаньон компаньонка может быть для кого-то это достаточно близкий человек как друг любимый любимая и явно то что вы по этой карте не одиноки вам есть кем поговорить но все равно вашей душе очень много противоречий возможно вы обдумываете еще какие-то дополнительные проекты но эта карта пока больше показывает бездействия больше размышления чем какие-то активные действия но в то же время эта карта говорит о том что в основной работе есть какой-то баланс в основную работу не теряете и вступать ногой в неизвестность вы тоже не будете то есть если говорить о том чтобы закрыть основной проект и куда-то там идти непонятно куда то есть куда попало не подготовив для чего-то почву вы не уйдете хотя в душе есть желание может быть даже каких-то радикальных изменений по шуту но теперь возьмем карту для тех кто в этот период вошел не работая также еще дополню по этой карте что все равно какой-то стабильный доход вам по этой карте обеспечен теперь берем карту для тех кто в этот период вошел без работы что вам нужно знать и для вас выпала карта старшего аркана башни но прежде всего по этой карте вы скорее всего пока еще на работу не устроитесь все еще будете дома до близкие люди помогают но возможно вот эта опека какая-то даже услужливость вас порой напрягает то есть вы хотите все-таки чего-то добиться в жизни сами даже если вы пытаетесь трудоустроиться или вас ждут какие-то собеседования возможны отказы так как эта карта может показывать официальные дома или казенные дома может быть какие-то официальные лица людей через которых вы будете пытаться что-то сделать то же самое возможно тут у вас по каким-то документам что-то не в порядке даже если что-то и пообещали ранее что-то может срываться возьмем карту дополнительного совета для вас для вас выпала карта восьмерки динария если немножечко подождетесь чуть позже работа будет скорее всего это что-то для вас знакомая то чем вы занимались ранее если меня смотрят те люди которые в силу каких-то других причин дома вы на пенсии или смотрите за детками ну я вижу что уже карты для вас показывают умеренность старший аркан это немаловажно где-то немножечко приходится или придется в ближайшее время немножечко поэкономить возможно даже для того чтобы начать что-то новое вам нужно чему-то подучиться и здесь я вижу карту императора то есть есть какой-то мужчина который готов вам покровительствовать готов на вас сейчас в данном жизненном периоде поддержать это для кого-то может быть супруг для кого-то знакомый родственник или может быть какой-то чиновник с помощью которого решаются какие-то финансовые вопросы для мужчин дев эта карта может показать вас собственной персоной и говорить о том что вы не пропадете у вас может быть даже и подработка и даже то что возможно вы какой-то свой проект могли бы запустить при желании есть некоторые из глаз также выпала карта королевы мечей будете нервничать из-за какой-то информации или документов и возможно действительно то что официально нужно будет что-то приводить в порядок в идеале конечно если вы ищете работу и вы будете работать на кого-то хотя вы всегда ищите независимость все-таки лучше искать работу либо официальную или работу через официальные лица может быть это посредники может быть это какие-то фирмы по трудоустройству если меня смотрят те кто в данном периоде получают какие-то льготы выплаты субсидии от государства скорее всего у вас сейчас тоже довольно таки шаткое положение и возможно также позже по вашим бумагам каким-то выплатам что-то также может пересматриваться также сразу хочу сказать о том что все те у кого есть открытые кредитные линии тут могут быть сложности с отдачей или закрытием долгов из-за того что в дом ваш постоянно нужны для кого-то или для чего-то деньги но немножечко позже многие финансовые вопросы вы все-таки сможете закрыть и даже сможете ну в чем-то развиваться потому что я вижу что вашей голове будут какие-то новые или свежие идеи в этом периоде также не стоит кому-либо деньги одалживать даже если это родственники потому что скорее всего вы просто с этими деньгами распрощаетесь но даже если вы кому-то помогаете вы скорее всего заветомо понимаете то что вам могут эти деньги не вернуть и даете просто деньги сознательно потому что хотите кому-то помочь также если говорить о каких-либо крупных инвестированиях денег то есть купля продажи например недвижимости или любых других крупных объектов до конца месяца ни с какими такими сделками не рисковать показано что ваш риск может оказаться неоправданным тем более что карта шута параллелит с картой луны и я вижу что вы можете совершить какую-то глупость или чем-то поспешить это даже может касаться каких-то решений в отношении семьи то есть я вижу что под воздействием эмоции вы можете принимать какие-то решения о которых потом можете жалеть какой-то большой действительно угрозы из внешнего мира в отношении вас ваших близких я не вижу наоборот из внешнего мира к вам поступают какие-то хорошие возможности и это могут быть как какие-то новые обстоятельства так и новые люди или какая-то новая информация нервничайте торопитесь какую-то информацию проверяйте но в общем-то правильно делаете ну а теперь перейдем к нашим семейным парам посмотрим что в ваших домах что в ваших отношениях для семейных пара выпала карта пажа мечей и карта старшего аркана шута если говорить лично о вас я вижу что вы категорично или негативно настроены в отношении своей второй половинки вы к чему-то относитесь с подозрительностью возможно специально его или ее провоцируете на какие-то выяснения отношений это какие-то мелкие колкости но вы своего партнера пытаетесь чем-то уколоть или задеть а с вашего партнера особо как с гуся вода возможно вы считаете что ваш партнер в чем-то слишком непредсказуемый или слишком безответственный или вы считаете что ваш партнер где-то просто прикидывается дурочком или дурочкой судя по шуту и уходит от какой-то ответственности потому что ему или ей просто так удобно судя по этим картам именно поэтому и могут возникать конфликты но при этом ваша вторая половинка считает что именно он или она управляет этими отношениями хотя это не так те у кого есть дети здесь могут быть также споры из-за детей или в этом периоде могут возникать какие-то споры с детьми потому что нет порой слышимости из-за их каких-то необдуманных решений тут даже может быть и некоторая дерзость и проявление юношеского максимализма совсем вы этим можете сталкиваться если вы не выходя из дома хотите начать какой-то проект хотите что-то развивать чему-то учиться показано что есть некоторые сложности но это для вас возможно но эти карты также еще могут говорить о том что особо нет дома спокойствия и вам тяжело на чем-то сосредоточиться даже если вы пытаетесь именно поэтому у вас бывает часто желание побывать одному или одной судя по первой карте что происходит у наших свободных дев давайте рассмотрим вашу личную жизнь для вас 1 выпало тройка динариев дальше мы видим двойку жезлов и мы видим семерку жезлов тройка динариев может говорить о том что на первый план все-таки выходят вопросы не любви а может быть работы какого-то делового общения денежных вопросов и вторая карта двойки жезлов говорит о том что вы перед каким-то выбором по финансам или в работе потому что денег все равно не хватает даже если они у вас есть в рабочей профессиональной сфере у вас тоже с кем-то могут возникать конфликты недоразумения но какие-то свои позиции вы сможете отстоять потому что вы окажетесь по факту правыми даже если кто-то к вам идет с какими-то претензиями в то же время если говорить о вашей личной жизни я вижу что у вас кем-то были до этого отношения с кем-то вы расстались рядом с вами и сейчас может быть человек вроде бы как все и неплохо но вы до конца не уверены вы все равно сомневаетесь по всей видимости у этого человека есть свои какие-то сейчас тоже сложности или с работой или с финансами и вам тяжело одному или одной решать какие-то вопросы то есть вы ждете по факту того чтобы вашу жизнь вошел человек который мог бы вам как-то помочь а не человек который внес бы вашу жизнь дополнительные проблемы даже будучи с кем-то в отношениях вас все равно могут возникать по этой карте недоразумения могут быть взаимные какие-то упреки или претензии потому что каждый из вас может считать что вы друг для друга недостаточно чего-то делаете недостаточно уделяете внимание например или недостаточно щедры на подарки давно то что касается того человека который рядышком с вами явно тут подарками он вас не засыпает просто потому что не может финансово пока что-то потянуть общение есть но есть и сомнения скрытых факторов я также вижу тройку мечей которая может говорить о каких-то разочарованиях в любви и немножечко позже я вижу что и последующая неделя из-за личного вы расстраиваетесь потому что кто-то ранит ваше сердечко кто-то вам делает больно какая-то информация вас может расстраивать и вроде бы вы кого-то любите даже если брать родных близких людей кого-то прощаете или кому-то пытаетесь помогать и все равно потом вас снова ранят ваши же близкие люди но с тройкой мечей что мы видим императрицу карта для женщин все прощения и эта карта говорит о том что ваша большая душа и снова кого-то будет прощать вот эти две карты даже три этих карты несмотря на то что это тройка мечей говорят о том что в личности жизни если меня смотрят женщины очень много зависит именно от ваших действий от вашего умения что-то гармонизировать кого-то выслушать создать комфорт создать уют принять и понять это все про вас я вижу что даже когда вам больно вы все равно верите во что-то хорошее вы не просто верите вы еще что-то для этого делаете карты прекрасные для творчества для каких-то новых или дополнительных проектов и с детьми в конечном итоге вы все равно будете ладить и даже если вы по-прежнему все еще свободны эти карты говорят о том что вы еще будете влюбляться а для тех кто в отношениях вы сможете свои отношения гармонизировать если меня смотрят мужчины девы то очень много вашей личной жизни все-таки будет зависеть от выбора или от действий женщины тут конечно и ревность есть и возможно то что кто-то ваше личное отношение из семьи может все-таки вмешиваться или с вашей стороны или со стороны того человека который рядышком на завершение этого периода для вас выпала карта короля мечей скорее всего многие из вас выходные дни будут пытаться решать какие-то сложные задачи или вы к чему-то подготавливаетесь на следующую неделю даже выходные вас могут ждать либо какие-то серьезные разговоры либо даже какие-то споры потому что вам нужно что-то будет для себя прояснить по последней карте но если говорите женщинах то ваши выходные могут зависеть от мужчины по королю мечей это может быть мужчина стихии воздуха это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу но возможно это человек какое-то официальное лицо с которым вы хотели бы может быть увидеться в выходные дни или переговорить о чем-то выходные дни а то и задачи которая для вас важна если говорить о мужчинах девах вот эта карта может говорить о том что скорее всего свои выходные вы попытаетесь как-то запланировать заранее но выходные пройдут все равно не совсем так как вы изначально себе это будете видеть но даже выходной день вы способны решить какие-то сложные задачи если говорить о том будете ли вы довольны результатами этой недели если говорить о женщинах вы особо нет почему потому что вы нервничаете из-за мужчины или много думаете о мужчине от которого что-то в вашей жизни может зависеть и с этим человеком связаны ваши внутренние огорчения или какая-то информация которую несет мужчина вас расстраивает если говорить о мужчинах то я вижу что вы считаете что вы все делаете правильно и рядышком кто-то виноват вы кого-то в чем-то обвиняете не желая признавать своих собственных ошибок даже если вы их допускаете но теперь посмотрим на карту форс-мажора или на карту дополнительного совета здесь мы видим шестерку динария эта карта говорит о том что основной акцент в ближайшее время все-таки обратить на сферу финансов денег может быть также то что рядышком с вами действительно кто-то нуждается в деньгах в помощи помогите тем кто в этой помощи нуждается потому что вас кто-то как будто бы просит молит о том чтобы вы помогли кто-то готов перед вами стоять на коленях и это может быть действительно нуждающийся человек поэтому если у вас деньги есть не откажите но это должна быть какая-то разумная умеренная или посильная помощь так чтобы вы что-то не делали в ущерб себе хотя вы видели что в дом финанса выпла карта луны я вам уже говорил о том что лучше не одалживать ни у кого и самому также не одалживать если у вас просят но я уже говорил о том что если вас попросят то давая деньги вы будете делать это абсолютно сознательно и здесь я вижу также что вы что-то делаете абсолютно сознательно но теперь посмотрим на карту вашего желания на ваш вопрос выпала карта двойки динария в общем-то эта карта дает ответ да но она говорит о том что ваш вопрос только в начальной стадии своей раскрутки то есть какие-то шаги уже сделаны или будут делаться в ближайшее время но хлопот предстоит много и решая ту задачу которую вы подумали тут еще попутно что-то нужно закрывать или делать возможно ваш вопрос может упираться финансы здесь показано что финансами или по финансам нужно как-то выкручиваться но решить вопрос вы сможете может быть что-то изначально развивается или медленно здесь вы по этой карте тоже как будто бы не отдыхаете но чуть позже окончательно полного уверена да вы все-таки получите потому что позже события как-то будет развиваться быстрее и что-то будет меняться в лучшую сторону и также вижу человека который готов вам также будет вашем вопросе помочь давайте возьмем еще несколько карт из оракула тайны и спросим что вам нужно знать и еще на самое самое ближайшее время буквально вот на период этой недели какая информация для вас было бы полезным смотрим первая карта для вас выпала карта рода она может показывать каких-то ваших родственников родовую защиту но здесь идет еще и сила рода предков возле вас могут стоять души тех кого давно уже нет потому что здесь вас кто-то явно оберегает в центре мы видим змею эта карта может показать королеву трев женщину темненькую либо женщину кориглазую такое чувство что женщина обозлена на жизнь или у этой дамы масса каких-то проблем но в то же время для вас это женщина в чем-то является хранителем и я вижу что если говорить о женщинах показано что вы стали очень мудрой или то что вы мудры не по годам но это какая-то злая мудрость потому что жизнь вас била и била не раз поэтому в отношении кого-то еще что-то не началось а вы уже можете быть токсичны и даже эта карта последняя хранителя говорит о том что у вас еще и ангел-хранитель очень сильный кто-то вас очень сильно защищает две карты сильнейшей защиты также эта карта даже может показывать сглаз от какой-то женщины из вашего же рода из вашего дома это может быть не прямая родственница может быть какая-то дальняя особо но все-таки такая женщина есть как будто бы даже своими мыслями вас может пробивать столько там накопилось негатива возьмем еще одну карту и эта карта ключа очень хорошая карта также кармическая карта мужских энергий поэтому если говорить о женщинах какие-то моменты жизненные когда вам действительно понадобится помощь вы эту помощь будете чувствовать это может быть конкретный человек это могут быть разные люди и вот эта карта говорит о том что многие ключи от тех дверей которые вам нужно открыть будут ваших руках и выпала карта письма какой-то информации может быть какой-то переписки важного сообщения на ближайшее время и благодаря либо этой информации либо вот этому общению что-то будет зависеть и в вашем будущем может быть здесь вопрос каких-то важных бумаг не просто информации для кого-то эти карты могут и так проиграться то есть до конца недели здесь тоже может что-то решиться или в течение скажем так ближайших семи дней есть какой-то верный друг рядышком с вами человек на которого вы всегда в чем-то можете рассчитывать помимо рода дома семьи родовой защиты вашего ангела-хранителя и есть кто-то в отношении вас очень и очень преданной уважаемые девы таким для вас был расклад на этот период оставляйте обратные комментарии пишите как рассказ с вами проигрался был ли он вам интересен я вам всем желаю замечательной недели и я с вами не прощаюсь почему да потому что я вас всех жду на следующей неделе в следующих прогнозах всем до свидания